Андрей Куриленко уверен, любое путешествие начинается с дороги. Для кого-то она автомобильная, а для нашего героя – железнодорожная. Рельсы шпалы, три года он работает в Бобруйской дистанции пути. Снегопад и летний зной Андрей на посту. Признается, по-другому и быть не может. Люди всегда куда-то едут, а грузы доставляют. Сотрудники бычья трудятся в круглосуточном режиме. Содержим путь в той геометрии, в которой она должна быть, чтобы поезда хорошо ездили. Мне все говорили, что железная дорога всегда была, есть и будет. Бабушка с дедушкой работали на железной дороге. Ну и как-то само собой так пошло. Поступил в Белгуд на специальность железнодорожника на путейце. И все, пошло, поехало. Работа Бобруйской дистанции пути не всегда заметна обычному глазу, хотя объем выполняют колоссальный. Первостепенная задача – исправное состояние железных дорог, от которого зависит безопасность и бесперебойное движение поездов. Смена рельсов, шпал, стрелочных переходов, ремонт переездов – все это важная составляющая мягкой поездки. 418,1 – развернутая длина путей. У нас Бобруйской дистанции пути. Из них 264,5 – это километр главного хода. Это от Бобруйска, от Жлобина до Осипович, участок, и направление Робкор, Октябрьская и Роминская области. Железная дорога – это не только чемоданы, пассажиры и плацкарт. Для многих предприятий ЖД-пути – один из самых удобных и выгодных способов перевозки грузов. Благодаря Центру транспортного обслуживания организации могут без проблем получать и доставлять любую продукцию в срок. В линейный Центр транспортного обслуживания Бобруйск входит 6 станций, которые мы обслуживаем. Это Робкор, Ратмировичи, Березинать, Селуша, Красный Брод и Бобруйск – это основная станция. Главный показатель у нас – погрузка вагонов. Нашими предприятиями города и нашего региона обслуживания ЛЦТО погружено за 6 месяцев более чем 8500 вагонов. Сердце любого железнодорожного узла – вокзал. Бобруйск – один из самых современных в стране. Билетные кассы, 5 терминалов самообслуживания, плюс информационно-справочные и автоматические камеры хранения. Есть и стойка для зарядки телефонов. С открытием границ увеличился поток пассажиров. Самые популярные направления – Москва, Питер, Адлер и Сочи. В день вокзал обслуживает порядка 2000 пассажиров. В выходные – 3500. В обе стороны курсируют 22 пары поездов и электричек, в том числе скоростные бизнес-класса. Началом железнодорожного движения Бобруйске считается 1873 год. Тогда первый поезд взял путь на Минск. Длина ветки составила 151 километр. Благодаря этому город стал важным транспортным узлом в северо-западном крае, куда сходились потоки товаров с Черноморского и Балтийского побережьей, из Европы и Центральной России. С тех пор станция пережила много нововведений, но одно осталось неизменным – качество и ответственный подход к работе. Карина Гуревич, Максим Галеонко. Итоги недели.